Чешские врачи нацеливают на борьбу с раком протонную пушку. В Пражском центре осваивают новые технологии по борьбе со злокачественными опухолями. Последний тренд – протонная терапия. Она, как уверяют эксперты, более эффективна, чем другие методы радиотерапии и менее вредна для здоровых органов. Ускоренные протоны можно прицельно направлять на больные клетки. При этом сразу после достижения цели они останавливаются, не задевая здоровые ткани. «Это даёт возможность с одной стороны применять к опухоли большие дозы, а с другой максимально сохранять здоровье, так как вы не подвергаете облучению здоровые органы, и на них не сказываются побочные эффекты». Эксперты говорят, что эти характеристики протонной терапии делают её наиболее подходящей для лечения труднодоступных опухолей и тех, которые растут рядом с важными органами, например, головным или спинным мозгом. Такая щадящая организмотерапия особенно важна при лечении детей и молодёжи, хотя подходит людям любого возраста, желающим сохранить здоровые органы. Так, например, 70-летний Пётр Кисель лечил при помощи этой технологии рак простаты. «Каждая процедура занимала около 10 минут, и после лечения я мог сесть в машину и поехать играть в теннис, пойти в спортзал или просто встретиться с друзьями. Во время лечения и после него у меня, что примечательно, не было никаких побочных эффектов. Сейчас прошло уже несколько месяцев после терапии». Впервые использовать этот метод для лечения рака стали в США в 90-х. Сейчас протонную терапию активно развивают и в Европе. Центр в Праге открылся в декабре 2012-го и с тех пор принимает около 2,5 тысяч пациентов в год. В России протонная терапия пока развита меньше, однако в Подмосковье идет строительство нескольких центров, где также будет применяться эта технология.